И очень важная часть трактации Суньдзи — это, условно говоря, как вообще эту победу рассчитывать. Там много-много всего посвящено разбору этого материала, но здесь сейчас очень коротко. То, что вам нужно знать, если вы вот это запомните, можете сказать, что вы про Суньдзи знаете половину. Вот эти пять элементов. С них вообще трактат начинается. Это самое важное. Итак, первый базовый элемент — это дао. Суньдзи раскрывает это понятие следующим образом. Гармония или единство верхов и низов, правителей народа, общее понимание цели, когда нет страха и несомнений. Случайно вчера я нашел на такое пояснение дао, которое моему учителю Паго объясняли в Китае мастера боевых искусств. Потому что это всех волнует, что такое дао. Мы встречаем это слово. Как китайцы объясняют, что такое дао? Объясняют так. Представь себе, они объясняли Игорю, моему учителю, что подбросили вверх сток сена. Большой. И вот он падает вниз, и ты наблюдаешь, как этот сток сена падает вниз. И какие-то элементы этого стока падают быстрее, какие-то медленнее, все перемешивается. Какие-то палочки длинные, какие-то короткие. И вот так вот все как-то валится вниз. Вот это дао, говорят китайцы. Поэтому я предлагаю взять более понятную для нас формулу. Единство верхов и низов нам как минимум понятно. Это тоже Сунь Цзы про это пишет. То есть дао вещь довольно сложная. Она, с нее все начинается и на нем все базируется. Следующее – это небо. Есть простое понимание неба, как смена сезонов, дождь, наоборот, засуха, погодные условия, день и ночь. Но есть еще такой элемент, который мы обычно выпускаем. Для китайцев он очень важный. Это то, что называется судьба или звезды. То есть у каждого человека, по мнению китайцев, свое собственное небо. У кого-то там судьба, не знаю, более удачливая, у кого-то менее удачливая. И проблема вообще совместного действия, особенно когда много людей объединяется, в том, что небеса-то у всех разные, а делать надо что-то общее. И вот эти условно заложенные некие тенденции по судьбе, линии, они мешают людям объединяться и двигаться в нужном направлении. Поэтому очень важно создавать общее небо. Как это? Сунь Цзэ про это вообще ничего не говорит. Он просто говорит, что это важный параметр. Например, у китайцев есть у современных такая концепция общества единой судьбы. Это как раз попытка создать общее небо. В фильме «Герой» там ключевая формула, это все под небом. Есть такая формула, которая все время повторяется. Как раз вот эта идея общего неба. Такая замысловатая китайская вещь. Более простая и понятная для нас – земля. Это мы понимаем, что такое русские большие эксперты по земле. Что такое земля? Это вся сумма материально-технических факторов. От логистики до снабжения, сколько войск, как они поедут, какая местность пересеченная, узкая, широкая, открытая. И этому уделено аж три главы у трактата Сунь Цзэ. Это очень близко к ГО, потому что мы работаем в ГО как раз с землей. Несмотря на то, что у нас там есть звезды. То есть условно доска ГО – это как бы проекция и неба, и земли одновременно для китайцев. И вот что говорит Сунь Цзэ. Если ты знаешь его и знаешь себя, то победа, он говорит, недалека. А если ты еще с небом и землей разобрался, то победа обеспечена полностью. Четвертый элемент – это полководец или стратег. Там дается следующие характеристики. Разум, беспристрастность, человечность, мужество и строгость. Достаточно интересный набор. Мы его обсуждали с одним из руководителей бизнесовых. И он сказал, что в принципе, да, логично. Начинается с рациональности, с разума. Дальше идет беспристрастность. Я думаю, всем понятно, что это такое. Это качество, ну как сказать, разумного безразличия. Когда говорят и так хорошо, и так хорошо. Когда нет какого-то предубеждений и предрассудков на старте. Дальше самый такой сложный термин, который переводится как гуманность. И смысл его, насколько я его понимаю, это, что человек должен быть не людоедом. Ну что значит человек, человечный стратег. Это тот, который понимает, скажем, ценность вообще человеческой жизни. Какие-то базовые вещи. То есть это точно не тот, кто ходит и всех там обмазывает сахарным сиропом. Не в этом смысл человечности. Следующее. Мужество. Тоже очень интересный термин. И тут, наверное, два элемента. Это то, что у него, ну, с одной стороны, должны быть стальные яйца, условно говоря. Потому что стратег всегда сталкивается с колоссальным стрессом. Но еще некоторая зрелость, то есть мужество в смысле, что он не должен быть ребенком. Он должен быть взрослым, способным принимать сложные решения. Связанное, например, с жизнью, смертью тысяч людей. И последнее, оно как бы замыкает от разума к строгости. Это строгость. Это очень важная идея Суньцзы. Я, по-моему, рассказывал, я не помню, вам или не вам, когда Суньцзы вот это все рассказал, то император сразу сказал, как это обычно бывает, отличный рассказ, мы хотим проверку. И сказал, давайте вы вот на наших женах, на гареме, сейчас нам покажете, как ваше искусство работает стратегическое. Армию организуйте. А, видимо, Суньцзы там сказал, что я вообще любую армию, где угодно, из чего угодно могу собрать. И, соответственно, Суньцзы еще сказал, давайте, выводите девушек. Ну и начал их там строить квадратами, кругами. А они не строятся. Хи-хи-ха-ха, смеются там. И Суньцзы, соответственно, тогда говорит этому правителю, какие у нас с вами правила в случае, если кто-то делает неповиновение приказу. Там была все просто смертная казнь. Он сказал, закон, есть закон, правильно, рубим головы. Там некоторые из участниц этого процесса запротестовали. Но тут уже возник очень правильная растяжка, потому что если сейчас император, ну, правитель скажет, что типа жалко, то тогда ломается схема. То есть закон, для китайцев это очень было важно, закон нужно исполнять, на то он и закон. И ему отрубили головы. После этого правитель сказал, я все понял, вы очень дорогой специалист, ценный. Потому что девушек их мало, ценных таких. Больше вас испытывать не будем, мы вам верим, работайте. Все оценили эту историю, она вошла в века. Про то, как вообще бывает, когда вот так вот строгость реализуется. Это строгость. То есть способность довести начатое до финала. И последняя часть, ее сложнее всего перевести, она очень важная. То, что можно перевести как правило на русский. Закон можно перевести, дисциплина можно перевести. Смысл в некой формуле, которую тоже Сунь-Зы потом в другом месте трактата раскрывает. Это следующие элементы. То есть как вообще победа считается? Местность или игровое поле, говоря нашим языком, рождает длину. То есть дистанции. Широкое, узкое, близкое, дальнее. Расстояние. Силы, которые там стоят. То есть вот эта вот длина камня рождают объем. Сколько, кого, здравствуйте и где. Разобравшись с этим, мы соотносим, мы проводим анализ соотношения сил. Потому что мы смотрим не только на нашу длину и на наш объем, но и на чужую длину и на чужой объем. У нас получается число. То есть мы оценили эту длину и эти камни в некой какой-то величине. И дальше очень важный термин, который мало кто понимает. Вес. Вот вес имеется в виду следующее. Помните вот этот образ того, что надо каким-то образом тащить эти камни, бревна или этот поток, который должен куда-то быть влекомый. Вот этот вес, это и есть тот самый вес, который вот эту движущую мощь, движущую силу толкает. Вот что это за вес. Это условно вес снега, лавины на козырьке, который нависает на длину, чтобы упасть. Вот что это за вес. Если у нас сильная позиция, хорошее поле игры и выгодное для нас соотношение сил, то у нас достаточно веса дальше протолкнуться через успешные действия к победе. Ну вот так непросто в голове все у китайцев собрано. Это я очень сильно упрощаю и интегрирую. Все это раскидано по трактату в разных местах. Но это одна из базовых формул.